В поселке Снежный продолжают строить школу на 50 учащихся и детский сад на 30 мест. Рабочие укладываются в график, несмотря на сложности, которые возникли у подрядчика после введения ограничительных мер. Александр и Алексей Постниковы трудятся на объекте почти три месяца. Братья-уроженцы Колымы закончили горностроительный колледж Магадана. Ребятам всего 18 лет и опыта немного, однако они намерены развиваться в сфере строительства. Рассказывают, что хоть опытные коллеги помогают, свои сложности есть. Самое тяжелое, только опалбку поднимать. Выставлять опалбку, самое тяжелое, вместе с заливкой. Потому что это все надолго выходит. Как бы не отдохнуть, потому что это все серьезно относится. Потому что если уйди какой-нибудь, не по уровню выставишь, будет скривление, а потом переделать придется. Также и плиты. Когда плиты заливают, то есть межэтажные перекрытия. Нужно останавливать работу, надо продолжать ее. То есть уходит то, что бывает на ночь, чтобы работать, чтобы залиться успеть. Рабочие заливали стены первого этажа здания. За неделю подготовили весь корпус. Рассказывают специалисты. Как говорят эксперты, работать быстро помогает мобильный бетонный завод, который установили прямо на строительной площадке. Его производительность 40 кубометров в час, тогда как всего для объекта необходимо около трех тысяч. Также на объект закупили новые материалы и привлекли больше людей. Новые у нас привезли материалы. Материалы по электрике привезли, материалы по сантехнике привезли. Добавились люди. То есть сейчас вы идете полностью? Полностью идем по графику, как надо. С добавлением людей легче стало или как? Да. Приехали специалисты, нам стало намного легче работать. Более ответственные люди. Строители идут по графику и все успевают. В первых числах сентября начнут устанавливать оконные блоки и двери. Объект реализуют в рамках национального проекта образования. Помимо учебного блока в здании предусмотрен пищеблок, медицинский кабинет, рекреации, спортивный комплекс. Сдать школу и детский сад планируют в сентябре 2021 года.